очередная наша лекция по теории групп и я сейчас запишу тему сегодняшней лекции тем у нас такая коммутант и его свойства коммутант его свойства так на всякий случай напомню что мы на прошлой лекции рассматривали прямое и полупрямое произведение групп ну и соответственно научились определять когда группа разлагается в прямое произведение скажем двух подгрупп а когда группа разлагается в полупрямое произведение двух подгрупп ну в частности вот полупрямое это как бы более сложный случай разложение имеет место тогда и только тогда когда у нас есть две подгруппы, которые, скажем так, тривиально пересекаются только по нейтральному элементу. Ну и в этом случае одна из подгрупп двух должна быть обязательно нормальной подгруппой. И еще произведение этих групп, так сказать, порождает всю группу G. Тогда мы говорим, что у нас группа G разлагается в полупрямое произведение, скажем, подгруппы A и B. Так, ну вот сейчас мы переходим уже к теме коммутантов. Сначала определим, что такое коммутатор двух элементов группы G. Итак, G-группа, тогда коммутатором элементов XY, принадлежащих G, называется произведением, которое я буду обозначать вот такими квадратными скобочками. и равно, ну вот чему, X умножить на Y умножить на X минус 1 умножить на Y минус 1. Итак, смотрите, произведение длины 4, в котором сначала перемножаются сами элементы XY, а потом еще домножается это на X минус 1 и Y минус 1. Так, ну вот сразу простейшие свойства коммутатора. Давайте запишем утверждение 1. Перечислим здесь простейшие свойства коммутатора. Так, первое. XY равно коммутатору XY умножить на YX. Второе. X и Y коммутируют. А что это означает, что XY коммутирует? Значит, XY равно YX, правильно? Тогда и только тогда, когда их коммутатор равен нейтральному. Так, следующее было В. Коммутатор в минус 1 степени. XY в минус 1 степени. Это коммутатор YX. Так, и третье. И четвертое. X в степени G. Y в степени G. Вот учитывается такой коммутатор. Это то же самое, что коммутатор XY в степени G. Так, ну давайте это утверждение докажем. Так, первое сразу вытекает из определения. Смотрите, если мы подставим сюда коммутатор XY, что мы получим? Что X на Y равно XY. X минус 1, Y минус 1 на YX. Ну видно, что вот эти Y сокращаются, X и сокращаются. И получается XY равно XY. Так, ну вот это равенство первое. Можно характеризовать так, что коммутатор является как бы корректирующим множителем. Давайте это напишем, это важно. Коммутатор является корректирующим множителем, позволяющим переставить местами XY. Мы как бы меняем местами XY, но при этом появляется вот такой как бы корректирующий множитель. Так, второе. XY коммутирует, тогда это тогда, когда их коммутатор равен E. Ну, если XY коммутирует, то понятно, что здесь мы можем сразу поменять местами вот эти множители. Тогда у нас что получится? Ну, тогда получится просто E, да? Так, ну и в обратную сторону давайте посмотрим. Если коммутатор XY равен E, что это означает? Давайте запишем. XY, X минус 1, Y минус 1 равен E. Давайте домножим вот это выражение на YX. Тогда получится, что XY равно YX. Так, и так B мы тоже доказали. Дальше. Дальше условие B, я думаю, тоже сразу очевидно. Давайте B проверим. Значит, коммутатор. Мы берем обратный элемент. Это XY, X минус 1, Y минус 1. Навешиваем минус 1 степень. Напомню, что в том случае элементы нужно поставить в обратном порядке. Получается Y, X, Y минус 1, X минус 1. А это не что иное, как коммутатор Y. Так, ну и что касается условия G, значит, напомню, что соответствие, которое элементы X сопоставляет X степени G, а X степени G, я напомню, это что такое? Это G, X, G минус 1. Это, на самом деле, отображение из X в XG является внутренним автоморфизмом группы. Ну, а понятно, что раз это автоморфизм, то автоморфизм, как гомоморфизм, должен сохранять произведение. Ну, а раз он сохраняет произведение, значит, он сохраняет и коммутатор. Вот так можно объяснить. Любой гомоморфизм сохраняет произведение элементов в группе, значит, сохраняется и коммутатор. Так, ну и вот такое замечание отсюда из утверждения 1. Давайте запишем замечание. Если Фи G в А, гомоморфизм в Абелеву группу А. Итак, Фи является гомоморфизмом группы G в Абелеву группу А. Тогда, что мы можем заметить? Что для любых X, Y, S, G Фи от X коммутатор Фи от Y это будет лучше так напишем и от коммутатора X, Y здесь припишу слева. Сдела условия гомоморфизма это будет коммутатор Фи от X и Фи от Y. Понятно, что, опять же, раз Фи сохраняет произведение, значит, Фи сохраняет и коммутатор. Так, ну а теперь смотрим. Фи от X и Фи от Y принадлежат А. А раз они коммутируют, то вот по этому условию следует отсюда, что их коммутатор будет равен Е. Так мы получим справа Е. Итак, получается, что если у нас Фи гомоморфизм в Абелеву группу А, то всевозможные коммутаторы при этом переходят в нейтральный лимит. Вот такое замечание. Все коммутаторы при таких гомоморфизмах обязаны переходить в нейтральный лимит. Так, ну а теперь мы можем дать определение коммутанта. Определение коммутантом в скобочках или производной подгруппой производной подгруппой. Называется подгруппа. И так же берем коммутаторы x, y, x принадлежит же, y, y, g. Итак, смотрите, мы берем произвольные два элемента x, y, g и берем коммутатор. И берем подгруппу, порожденную всевозможными коммутаторами. Ну, понятно, что когда мы рассматриваем подгруппу, порожденную каким-то множеством, у нас это такое понятие было, то мы, в частности, можем рассмотреть подгруппу, порожденную коммутаторами. g-штрих, конечно, g-штрих. Я уже сказал, что это производная. Так же, как в анализе производную обозначаете штрих, так же и здесь производная у нас будет обозначаться тоже штрихом. Ну, соответственно, потом об этом скажу, можно будет вводить вторую производную, третью производную группу и так далее. Об этом мы будем говорить, когда начнем рассматривать разрешимые и нельпатентные группы. Так, дальше. Из чего будет состоять g-штрих? Давайте посмотрим. Практически g-штрих, опять же, замечание. g-штрих — это подгруппа, которая состоит из всевозможных произведений коммутаторов, таких вот x1, y1, на x2, y2, xn, yn, где, опять же, x иты и y. Иты принадлежат g. Ну, а n, естественно, произвольную нейтральную числу. Так, ну, мы с вами в свое время рассматривали, как устроена подгруппа, порожденная множеством. Если есть какое-то множество m, то мы говорили, что подгруппа, порожденная множеством m, это множество всевозможных произведений элементов из m и обратных к ним элементов. А теперь давайте посмотрим. Если мы хотим построить подгруппу, порожденные коммутаторами, сразу заметим, что согласно вот этому условию v, которое мы доказали, обратный коммутатор — это, опять же, коммутатор, поэтому мы можем здесь говорить, что мы можем как бы просто рассматривать произведения коммутаторов. И вот здесь произведение коммутаторов конечной длины здесь записано. Итак, всевозможные произведения коммутаторов конечной длины образуют как раз коммутант или производную подгруппу. Так, дальше такое давайте замечание еще запишем. Рассматривают также понятие взаимного коммутанта. Так, что такое взаимный коммутант? Взаимный коммутант. Итак, пусть у нас K и H — это подгруппы в группе G. Так, взаимный коммутант обозначается, опять же, квадратными скобочками K, H. Итак, что это по определению? Это будет, опять-таки, подгруппа, порожденная коммутаторами. Еще X, Y, где X принадлежит подгруппе K, а Y принадлежит подгруппе H. X принадлежит K, Y принадлежит H. Так, ну, а давайте посмотрим, а что будет, если у нас здесь, например, здесь мы возьмем и здесь одинаковые подгруппы. Например, K, 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 K. K, что это такое будет? Это будет просто подгруппа, порожденная всевозможными коммутаторами элементов из K, правильно? Мы приходим тогда вот к определению производной подгруппы. Итак, K, K равно K, опять-таки, вот по этому определению. Итак, мы можем тогда записать, что, например, G' это будет взаимный коммутант группы G с самой собой. Вот так вот. Сама с собой, взаимный коммутант. Так, дальше мы давайте посмотрим, а что у нас происходит при гомомархизме группы. Так, утверждение 2. Итак, пусть или G в H гомомархизме группы. Тогда F от G' является подгруппой в H3. То есть F переводит производную группы G в производную группе H. Так, это иногда называется так. Гомомархизм гомомархизмы уважают в кавычках производные подгруппы. В каком смысле нужно понимать здесь слово уважают? Ну вот представьте себе, например, что вы имеете какое-нибудь там звание профессора, да, и переезжаете в другую страну. Вас вам тоже в той же стране, куда вы переехали, тоже будут называть профессором. И, соответственно, уважительно обращаются. То есть, как бы, звание сохраняется в другой стране. Так же, как бы, здесь мы имеем звание быть элементом производной подгруппы. Фи как бы переводит другую группу в Аш. Оказывается, вот это звание как бы сохраняется. Звание быть элементом производной подгруппы. Потому что здесь он тоже попадает в такие же элементы, которые являются производными, элементами производной подгруппы. Так, ну вот понятно, что такое уважают, я думаю. Так, кроме того, давайте запишем. Кроме того, если Пи Ж в Аш эпиморфизм, то Пи от Ж штрих равно Аш. А это называется так уже. Эпиморфизмы сохраняют производные подгруппы. Эпиморфизмы сохраняют производные подгруппы. то забыл и напомню, эпиморфизм это сюррективный гоморфизм. Всякий сюррективный гоморфизм называется эпиморфизм. Итак, гоморфизмы уважают производные подгруппы, а эпиморфизмы сохраняют производные подгруппы. Вот так можно запомнить, что же здесь утверждается. Так, ну давайте докажем сначала первое. для любых элементов А, Б, принадлежащих H, давайте запишем фи от коммутатора А, Б, равно коммутатору фи от А и фи от Б. Поскольку фи гоморфизм, я говорил, сохраняет произведение, значит, сохраняется и коммутатор. Так, дальше давайте посмотрим. у нас элемент А, Б, принадлежит. А, Б должны быть из Ж, да, совершенно верно. А, Б возьмем из Ж. Тогда вот смотрите, вот такими вот коммутаторами элементов из Ж порождается Ж штрих, правильно? Значит, напишем, что этот коммутатор принадлежит Ж штрих. И на самом деле все такие вот элементы Ж штрих, они порождаются вот такими вот элементами. Так, ну а в правой части что мы имеем? Фи от А и Фи от Б принадлежат Аж, а так как здесь коммутатор, значит, это принадлежит А штрих. Итак, мы можем сказать, что Фи от Ж штрих это будет подгруппа А штрих. Итак, еще раз, коммутатор А, Б под действием Фи переходит в А штрих, а так как у нас Ж штрих порождается коммутаторами, значит, Фи от Ж штрих тоже будет подгруппа А штрих. Так, это часть А. Так, давайте часть Б теперь. Теперь, если фи у нас в сюрективе, фи, ж, ваш, сюрективе, так. Значит, в одну сторону мы уже знаем включение, что фи от ж штрих содержится в ваш штрих. Значит, докажем, докажем, что фи от ж штрих содержится в фи от ж штрих. Так, ну и давайте довозьмем какие-то два элемента из h. Значит, h1, h2 принадлежат h, произвольные элементы. Рассмотрим тогда и от коммутатора h1, h2. Фи от коммутатора h1, h2. Так, ну можно сказать так, что у нас... Нет, нехорошо, но все. Нехорошо. Фи-то у нас действует на элементы из g. Значит, если h1 принадлежит h, значит, существует... У нас гамморфизм фи накрывает h, правильно? Раз все урективно. Значит, существует элемент а, принадлежащий g, такой, что фи от а, равен h1. И существует элемент b, принадлежащий g, такой, что фи от b, равен h2. А вот теперь мы возьмем фи от коммутатора Аb. Так, фи от коммутатора Аb. Это будет, опять же, коммутатор. Фи от а, фи от b. Так. Коммутатор фи от а, фи от b, понятно, принадлежит у нас h'. Так, она может показать... Да, это принадлежит фи от g'. Значит, смотрите, у нас... Вот это у нас элемент g'. Значит, получается, коммутатор фи от а, фи от b принадлежит фи от g'. Так. Так. Итак, мы можем сказать, что до любых элементов h1 и h2, до любых, еще раз, элементов h1 и h2, коммутатор h1 и h2, это же вот это вот выражение, да? Фи от а, фи от b. Значит, принадлежит фи от g'. Но, опять-таки, поскольку у нас h' порождается вот такими коммутаторами, значит, отсюда следует, что и h' содержится в фи от g'. И h' тоже содержится в фи от g'. Итак, мы показали, с одной стороны, что фи от g' содержится в h'. Обратное включение тоже установили. Значит, получается, что фи от g' в точности равно h'. Итак, если фи – суррективный гоморфизм, то сохраняются производные подгруппы. Так, ну и давайте такое следствие запишем. Следствие 1. Так, если у нас k нормальная подгруппой g, то и k', то есть коммутант тоже будет нормальная подгруппа в группе g. Так, давайте это следствие докажем. Значит, мы рассмотрим теперь внутренний автоморфизм и а, где а возьмет элемент из g, и и а будет действовать на х, это будет х степень а, или ах, а в минус 1. Итак, это внутренний автоморфизм. Так, дальше. Внутренний автоморфизм. Давайте этот внутренний автоморфизм сузим на k. И а сужен на k. В этом случае понятно, что k будет переходить в k. Кто скажет, почему? При действии на элементы из k мы снова будем получать элементы из k. Потому что k – нормальная подгруппа, правильно? Она при всех сопряжениях должна переходить в себя. Это критерий нормальность. Значит, напишем так, как k нормально уже. Нормальные подгруппы при сопряжениях переходят в нормальную. Кроме того, вот этот автоморфизм, он же у нас обратим. Он обратим в силу того, что к нему есть обратный, это будет конкретно и а в минус 1. Давайте запишем и а в минус 1. И а в минус 1 – это обратный к и а. Обратный к и а. Вывод тогда и а является биекцией k на k. Потому что вот это у нас не просто автоморфизм, это биекция. Так, ну хорошо. Теперь нам нужно доказать, что k штрих – это нормальная подгруппа в группе g. Так, давайте тогда так. И а куда переведет в k штрих. А мы знаем, что при сюррективных гоморфизмах у нас производная должна переходить в производную. Значит, поскольку и а суженная на k, k переводит в k, значит, и а, k штрих – это будет равно k штрих. Или это равносильно тому, что а, k штрих, а в минус 1 – тоже равно k штрих. А вот теперь по критерию нормальности мы можем сказать, что k штрих – это нормальная подгруппа где? В группе g. Отсюда k штрих – нормальная подгруппа в группе g. Так, значит, еще раз. Мы показали, что внутренний автоморфизм всякую нормальную подгруппу переводит в себя. Таким образом является изоморфизмом нормальной подгруппы на себя. Дальше, поскольку это у нас сюрективное отображение, значит, по доказанному утверждению 2 у нас производная должна переходить в производную, значит, этот же автоморфизм k штрих должен переводить в k штрих. Ну, а если это записать, действие автоморфизма на k штрих, мы получаем, что k штрих выдерживает сопряжение на элементы из g. Мы взяли элемент а из g. Вот я написал а в минусе g. Соответственно, k штрих является нормальной подгруппой в группе g. Так, это следствие 1. Ну и давайте здесь же еще следствие 2 припишем. Следствие 2. Так как, напишу, так как g всегда является нормальной подгруппой в группе g, применяем это же утверждение, получается g штрих нормальная подгруппа в группе g. Итак, мы доказали, что коммутант всегда является нормальной подгруппой в группе g. Мы просто сюда здесь вместо k подставляем g. Так, ну а дальше основная теорема о коммутанте, в которой важнейшие свойства коммутанта зафиксируем. Теорема 1. Основная теорема о коммутанте. Так, пусть g группа. Тогда первое условие а. Фактор группы g по g штрих а беле. Напомню, что факторизовать по коммутанту можно в силу того, что коммутант является нормальной подгруппой. Вот это следствие 2. Раз нормальная подгруппа, можно по ней профиксировать. И так утверждается, что фактор группы по коммутанту а беле. Так, дальше условие b. Пусть h нормальная подгруппа в группе g, причем g по h а беле. h нормальная подгруппа, причем g по h а беле. Тогда и только тогда, когда g штрих содержится в h, h содержится в g. То есть h является промежуточной между g штрих и g. Или h принадлежит на такое вот обозначение в ладире, inter g штрих g. Промежуточное. Множество промежуточных подгрупп между g штрих и g мы обозначали вот таким вот символом. Inter g штрих g. Это английское слово intermediate, что означает промежуточный. Так, доказательства. Итак, здесь два пункта. Давайте сначала докажем, что g по g штрих а беле. Так, давайте рассмотрим π. Это каноническая сюрреекция g на g штрих. Как она устроена? Вы, конечно, помните. π от а равно а g штрих. Так, ну и ясно тогда, что g штрих в этом случае это ядро π. Напишу kernel π, как раз g штрих. Так. Ну, а теперь давайте рассмотрим коммутатор π от x, π от y до любых x, y, принадлежащих g. Так, поскольку π это гомоморфизм, то это будет π от коммутатора x, y. Но коммутатор-то x, y принадлежащих g штрих. По определению производной подгруппы коммутатор лежит в g штрих. А g штрих у нас это в точности ядро π. Значит, получается, что это равно e. Итак, смотрите, мы взяли фактически произвольные два элемента из нашей фактор-группы. Почему произвольные? Потому что в силу сюррективности вот этого канонического гоморфизма у нас любые два элемента из фактор-группы являются образами гоморфизма π. Просто потому что π сюррективен. Итак, давайте запишем. Мы взяли произвольные два элемента фактор-группы. Они записываются как π от x и π от y. И показали, что они коммутируют. Раз их коммутатор равен e, значит, они коммутируют. Значит, g по g штрих агель. g по g штрих агель. Так, хорошо. Давайте часть b докажем. Сначала необходимость. Итак, если у нас h нормальная подгруппа в g и фактор группы g по h агель, нужно доказать, что h в этом случае является промежуточной между g штрих и g. Значит, h нормальная подгруппа в g, g по h агель, покажем тогда, что g штрих будет содержаться в h. Ну, вот это-то очевидно уже дано, что h подгруппа g. Так, ну, давайте возьмем, запишем условие абелевости. Значит, если мы возьмем любые два элемента a, b и g, то коммутатор a, h и b, h равен e. Ну, а нейтральный элемент в нашей фактор-группе, это, естественно, h. Смотрите, я записываю абелевость просто таким образом. Я пишу, что коммутатор любых двух элементов равен нейтральному. А мы знаем, что то, что коммутатор равен нейтральному элементу, это равносильно тому, что у нас для любых элементов группы, это равносильно ее абелевость. Это как раз утверждение 1 у нас было такое. Так, ну, давайте тогда запишем. Это у нас будет коммутатор a, b, h, правильно, если этот коммутатор посчитать? Просто по определению коммутатора. И это равно h. Ну, и понятно, что отсюда следует, что коммутатор a, b сам принадлежит h. Итак, смотрите, мы взяли два элемента a, b и g и показали, что их коммутатор принадлежит h. О чем это говорит? Поскольку производная подгруппа g' порождается такими коммутаторами, значит, производная подгруппа сама тоже принадлежит h. Следует, что g' это подгруппа h, так как g' порождается коммутаторами. Коммутаторами вида a, b. Так, ну, теперь давайте в обратную сторону докажем достаточность. Так, пусть теперь у нас, пусть g' подгруппа h и подгруппа g. То есть h промежуточное между g' и g. Так, покажем. Покажем, что h нормально подгруппа в группе g. Я поставлю знак вопроса. Так, ну, наверное, опять нужно рассмотреть каноническую сюрреекцию. А, нет, тут проще можно. Давайте так посчитаем. Посчитаем взаимный коммутант h и g. Итак, взаимный коммутант h и g, очевидно, содержится в коммутанте g и g. Коммутант g и g, мы знаем, это точно все то же самое, что g'. А у нас по условию g' содержится в h. Итак, что это означает, что взаимный коммутант h и g содержится в h? Это означает, что для любого элемента h из h и для любого элемента x из g произведение h, x, h-1, x-1 принадлежит h. Давайте домножим еще на h-1. Получится, x, h-1, x-1 тоже принадлежит h. Но вот это условие как раз означает, что h является нормальной подгруппой в группе g. Потому что любой элемент мы взяли, понятно, что раз h произвольный, h-1 тоже произвольный. Любой элемент из h при сопряжении с помощью элемента x из g снова остается в h. По критерию нормальности h нормальный. По критерию нормальности h нормальная подгруппа в группе g. Так, ну и осталось только проверить последнее, что фактор группы g по h Абелева. Давайте опять-таки, пусть у нас а, h и b, h произвольные элементы фактор группы g по h. Давайте посчитаем их коммутатор, а, h, b. Так, это у нас будет коммутатор А, b умножить на h. Так, коммутатор А, b принадлежит, естественно, g штрих. У нас элементы А и b здесь лежат в g. Так, а g штрих у нас по условию содержится в h. Значит, все это тоже будет принадлежать. Ну, так как h у нас в фактор группе, это наш нейтральный элемент, то отсюда получается, что фактически А, h и b, h равен е. У нас h является нейтральным элементом в фактор группе g по h. Получается, что А, h и b, h коммутируют. Отсюда А, h коммутируют с b, h. Значит, фактор группа А, билева. Итак, мы взяли два произвольных элемента фактора группы, составили их коммутатор. Оказалось, что он равен нейтральному элементу. Значит, они коммутируют. Это, опять же, утверждение 1, которое мы с вами использовали. Так, ну и отсюда вытекает такое следствие. Давайте запишем вот из теоремы 1. Теперь нужно доказательство стереть. Итак, смотрите, что мы знаем, что h, если h у нас нормальная подгруппа в g, такая, что фактор группы g по h, билева, то обязательно у нас h промежуточная между g' и g. И обратное тоже верно. Если h промежуточная между g' и g, то h является нормальной подгруппой и фактор группы g по h, билева. Отсюда вытекает, что у нас коммутант, можно еще так охарактеризовать, что это наименьшая такая подгруппа нормальная, такая, что фактор группы по ней А, билева. Вот давайте запишем в качестве следствия. Следствие. Итак, g' — это наименьшая нормальная подгруппа в g. То, что g' — нормальная подгруппа в g. Вот мы с вами доказывали в следствии 2. Итак, это наименьшая нормальная подгруппа в g. Такая, что фактор группы g по g' а, билева. Ну, одна из таких подгрупп, конечно, очевидна. Сама группа g, правильно? g профакторизовать по g — это будет что? Это будет единичная подгруппа. Она, конечно же, а, билева. Но вот g' — это наименьшая нормальная подгруппа вот с таким вот условием, что фактор группы g по g' а, билева. Почему? Потому что если была бы еще меньше, чем g' подгруппа с таким условием, тогда бы это было противоречие с тем, что эта подгруппа должна быть промежуточной между коммутантом и g. Сразу получили бы противоречие. Так, ну и давайте еще рассмотрим такое замечание. Если g' — это что будет такое? Кто скажет? У Абелевой группы какой будет коммутант? Просто е, совершенно верно. Вывод такой, что коммутант можно использовать как бы как характеристику меры неабелевости группы. У нас, вы знаете, есть группа Абелева, есть неабелева. Если группа Абелева, у нее коммутант тривиальный. А вот чем больше, так сказать, коммутант, то есть чем больше вот таких вот элементов, у которых коммутаторы отличны от е, мы можем построить подгруппу, порожденную такими вот коммутаторами, и тогда, так сказать, можно сказать, что коммутант — это меры неабелевости группы. Вот давайте это запишем. Словесное как бы описание коммутанта. Коммутант — это меры неабелевости группы. Чем больше коммутант, тем больше в ней коммутаторов, отличных от Е. Коммутант — это мера неабилевости группы. Чем больше коммутант, тем больше в группе коммутаторов, отличных от Е, от нейтрального элемента. Так, ну сейчас мы перейдем уже к другой теме, поэтому я все сейчас сотру с доски. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, заголовочек давайте такой напишем. Нормальное замыкание... Нормальное замыкание под множество в группе. Нормальное замыкание под множество в группе. Так. Так. Давайте начнем с определения. Так, Ж группа. М просто произвольное под множество в Ж. Так, мы хотим определить вот что. Обозначаться будет вот таким вот образом. Вот это нормальное замыкание. Нормальное замыкание называется. Или синоним еще такой. Говорят, нормальная подгруппа, порожденная множеством n. Или нормальная подгруппа, и так тоже говорят, порожденная множеством n. Так, итак, по определению, что это такое? Это пересечение подгрупп К, таких, что К нормально подгруппа в Ж. И К включает в себя множество m. Итак, множество m должно обязательно содержаться в такой подгруппе. И мы как бы берем пересечение всех вот таких вот нормальных подгрупп. Понятно, что то, что мы берем пересечение, означает, что мы рассматриваем наименьшую нормальную подгруппу, которая содержит множество m. Давайте такое словесное подгруппение запишем здесь. То есть нормальное замыкание множества m. Это наименьшая нормальная подгруппа в Ж, содержащая m. Ну, то есть m, по крайней мере, заведомо должна включаться вот в эту подгруппу. Из того, что каждая подгруппа К здесь, она содержит, в себе множество. Так, хорошо. Ну, а теперь мы сейчас опишем, как она устроена, как нормальное замыкание устроено. Так, теорема 1. Теорема 2. Первая теорема у нас сегодня была, это основная теорема у коммутанта. Теперь теорема 2. Так утверждается следующее, что если m подмножество в группе Ж, то нормальное замыкание этого подмножества – это в точности подгруппа, порожденная m в степени х, где m пробегает множество n, а х пробегает множество g. А вот скобки, как раз косые, которые мы поставили, означают, что мы рассматриваем подгруппу, порожденную вот такими элементами. Давайте, наверное, так. У нас была подгруппа, порожденная множество. Я еще здесь фигурные скобочки поставлю. Итак, фигурные скобки я поставлю для того, чтобы показать, что мы имеем множество всех вот таких элементов m и x, а потом, когда мы это множество получили, мы берем подгруппу, порожденную этим множеством. Так, доказательства. Так, ну у нас есть уже определенное понятие нормального замыкания. Давайте вот ту подгруппу, которую мы обозначили, я обозначу так. n в степени g. Это раз вот правая часть. n в степени х. n пробегает, m, x в степени g. Так, ну и, естественно, покажем два включения. Покажем первое. А покажем, что m в степени g содержится в нормальном замыкании. Сначала я проверю. Так, значит, мы берем. m в степени x принадлежит у нас mg. Вот это подгруппе, порожденной вот такими степенями. Так, давайте посмотрим. Значит, здесь у нас m принадлежит m. По определению множество mg. m принадлежит m, а x принадлежит g. Если m принадлежит m, отсюда следует, что m принадлежит нормальному замыканию m. Понятно, почему? Потому что нормальное замыкание, вот мы отмечали, оно само множество m содержит. А мы взяли здесь m, произвольный элемент из m. Значит, m принадлежит нормальному замыканию. Но так как это нормальное замыкание, это нормальная подгруппа, отсюда следует, что m в степени x тоже принадлежит m, m. Для любого x из g. Для любого x, принадлежащего g. Итак, еще раз. Мы хотим показать, что mg содержится в нормальном замыкании. Берем произвольный элемент из mg. Понятно, что раз она порождается вот такими элементами, достаточно проверить, что mx будет содержаться в нормальном замыкании. Итак, берем элемент mx, где m принадлежит m, а x принадлежит g. Так как m принадлежит m, то m принадлежит нормальному замыканию. Вот этому, в силу вот этого включения. А m в степени x обязана туда принадлежать этому же множеству, потому что это нормальная подгруппа. Нормальное замыкание — это нормальная подгруппа. Значит, получается, что принадлежит mn. Так, в одну сторону мы доказали. mn поддерживается mg. Так, ну смотрите, что такое у нас нормальное замыкание? Это пересечение всевозможных нормальных подгрупп, содержащих множество m. Достаточно показать, что вот это вот, это тоже такая же подгруппа, то есть нормальная подгруппа, которая содержит множество m. Напишу так, достаточно проверить, что вот эта группа, она сама вот здесь вот среди этих групп k содержится. Достаточно проверить, что mg, нормальная подгруппа g, содержащая множество m. Тогда по определению нормального замыкания вот как раз такое включение будет выполняться. Так, ну давайте сначала, почему множество m она содержит? Ну понятно, почему. Потому что здесь мы берем степени элементов из m, в частности, в качестве элемента x можно взять e. А m в степени e — это будет сам элемент m. Так, так как и я, очевидно, к нежит g, отсюда следует, что множество m содержится в mg. Так, теперь проверим нормальность. Нормальность мы проверим так. Мы возьмем степень от этой группы. Итак, mg в степени x. Итак, мы имеем подгруппу, состоящую из всевозможных вот таких вот произведений. И хотим еще к такому произведению применить x, возведение в степень. Ну понятно, в этом случае, когда мы говорим о каком-то произведении и возводим произведение в степень, это означает, что мы каждый множитель возводим в эту степень. Поэтому фактически мы можем это x перенести сюда. Итак, это у нас получится m от g умножить на x. Напишите, почему, так как, говоря о возведении в степень произведения, мы можем возводить в степень каждой из со множителей. Мы можем возводить в степень каждой из со множителей. Так, ну и понятно, что если мы, ну лучше написать было бы так сначала, mg в степени x. А это, естественно, равно m от g умножить на x. А это равно mg. Понятно, что если g умножаете на какой-то элемент, группа умножается на свой элемент, получается, опять же, это группа. Итак, мы показали, что вот эта вот группа, которую мы построили, mg, она выдерживает внутренний автоморфизм. Согласно критерию нормальности, она является нормальной подгруппой. И так, значит, вот эта группа, раз она нормальная, содержит множество m, она здесь вот содержится среди вот этих групп k, которые здесь указаны. И, значит, нормальное замыкание множества m будет в ней содержаться. Потому что пересечение содержится в каждой из тех групп, которые вы пересекаете. Так, ну вот мы эту теорему доказали. Теперь зададимся таким вопросом. А как устроен коммутант у группы, которая порождается, лучше сказать, подгруппы, порождаемая множеством? Так, теорема 3. Теорема 3. Теорема 3. Остроение коммутанта подгруппы. Порожденное множеством. Остроение коммутанта подгруппы, порожденное множеством. Итак, пусть группа g — это подгруппа, порожденное множеством m. Тогда g — это будет вот что. Это будет нормальное замыкание таких вот элементов, пида m1, m2 коммутаторов, где m1, m2 принадлежат множеству m. И от всего этого еще мы берем нормальное замыкание. Итак, еще раз. У нас группа g порождается каким-то множеством. Ну, имеется в какой-то еще большей группе, например, g штрих. Нехорошо, g штрих, в какой-то большей группе h, например. Тогда вот производная подгруппой g — это будет нормальное замыкание, нормальное замыкание множества, которое состоит из всевозможных коммутаторов элементов из m. Берем всевозможный коммутатор элементов из m, и для этого множества мы... Да, здесь тоже фигурный скобчик. Мы берем нормальное замыкание. Вот такое вот утверждение. Так, ну давайте для доказательства эту правую часть пока обозначим через h. Пусть h — это... Обозначим вот такое нормальное замыкание. Итак, нужно показать, с одной стороны, что g штрих содержится в h, с другой стороны, h содержится в g штрих. Так, ну сначала давайте проверим, что h содержится в g штрих. Проверим, что h содержится в g штрих. Ставлю знак вопросов. Так, ну давайте применим теорему 1. Теорему 2, извиняюсь. По теореме 2. Нормальное замыкание порождается... По теореме 2. Раз h — это нормальное замыкание, h порождается... Порождается чем? Порождается вот такими элементами. m1, m2 в степени х, где х принадлежит g. Так, дальше давайте заметим, что у нас коммутатор m1, m2. m2 принадлежит g штрих, очевидно, потому что все коммутаторы лежат в g штрих. И так как g штрих — нормальная подгруппа в g, мы сегодня об этом уже много раз говорили, то отсюда следует, что коммутатор m1, m2 в степени х тоже принадлежит g штрих. Итак, смотрите, h порождается вот такими элементами, а все такие элементы, мы доказали, принадлежат g штрих. А значит, и h содержится в g штрих. Вот это включение мы установили. Следует, что h содержится в g штрих. Так, обратно в b. Проверим, что g штрих содержится в h. Так, ну вот теперь давайте опять рассматривать каноническую всю реакцию. А, даже нет. Так, нет, давайте воспользуемся вот чем. Воспользуемся основной теоремой о коммутанте. Основной теоремой о коммутанте. Тот факт, что g штрих содержится в h и содержится в g, как бы, насилен чему? Тому, что h нормальная подгруппа в g, и фактор по этой подгруппе является Абелев. Правильно? То есть это равносильно тому, что h нормальная подгруппа в g, и g по h Абелеву. Но у нас h это нормальное замыкание. То есть h заведомо нормальная подгруппа, значит, в это условие выполняется. Дополняется просто по определению h. Так, ну теперь давайте посмотрим, почему g по h Абелева. Почему g по h Абелева? Давайте рассмотрим пи, каноническую серъекцию, g на g по h. Так, у нас g порождается m, правильно? g порождается m. Значит, нам нужно посмотреть тогда, будут ли образы элементов из m коммутировать. Тогда нужно проверить, что для любых m1, m2, принадлежащих m, m1h, m2h, равно e. Итак, смотрите, у нас группа g порождается множеством m. Если мы докажем, что для любых элементов из m соответствующие элементы коммутируют, или коммутатор их равен e, то тем самым все будет доказано. Отсюда будет следовать, что g по h Абелева. g по h Абелева. Так, ну давайте посмотрим, чему будет равен этот коммутатор. Значит, это будет то же самое, что m1, m2h. Коммутатор m1, m2. Коммутатор m1, m2 у нас содержится в h, правильно? Вот по определению h. Коммутатор m1, m2 всегда содержится в h. И тогда все это тоже будет равно h и равно e. Потому что у нас фактор группы как раз e, это и есть подгруппа h. Итак, мы доказали, что вот такой коммутатор равен нейтральному. Значит, любые два элемента вида m1h и m2h коммутируют. Но, а так как у нас g порождается, m, значит, получается, что и весь образ группы g тоже, то есть фактор группы g по h тоже Абелева. И так вот мы это доказали, фактор группы g по h Абелева. Ну и таким образом, по основной теореме, из того, что h нормальный подгруппа g, и фактор группы g по h Абелева, вытекает, что h будет нормальной подгруппой между, в данном случае, для нас важно вот это. Отсюда будет следовать, что h является промежуточной между g штрих и g. Итак, с одной стороны, h содержится в g штрих, g штрих содержится в h. Итак, мы описали, как устроена производная подгруппа для группы, порожденной некоторым множеством. Чтобы получить производную подгруппу, мы должны взять возможный коммутатор. Так, ну вот, довольно много у нас было сейчас уже абстрактных теорем. Давайте все-таки какой-нибудь пример разберем, потому что довольно тяжело все это воспринимать без примеров. Вот, я надеюсь, я с отрублю. Пример вычислим. sn штрих. Производная симметрическая группа. Так, ну, можно заметить следующее, что группа sn это группа, порожденная транспозициями вида ежи. Движитый надлежат множеству. Один, два и так далее. Так, кто скажет, почему группа sn порождается транспозициями? На что мы здесь можем операцию? Ну, можно сказать, не только каждый цикл. Мы доказывали, что любая подстановка разлагается в произведении транспозиции. Это еще материал первого семестра, первого курса. Любая подстановка разлагается в произведении транспозиции, причем четное разлагается в произведении четного числа транспозиции, а нечетное разлагается в произведении нечетного числа транспозиции. Такая теорема у нас была. Итак, мы можем сказать, что SN — это группа, порожденная всевозможными транспозициями. Тогда давайте запишем. Sn' по теореме 3, это будет что такое? Это будет нормальное замыкание вот таких вот элементов вида ЕЖКЛ, где ЕЖКЛ принадлежат множеству 1, 2 и т.д. Вот такое нормальное замыкание. Вот я просто применяю теорему 3. Чтобы построить производную, я должен взять всевозможные коммутаторы элементов из M и взять нормальное замыкание таких коммутаторов. Понятно, что если эти две транспозиции не содержат общих элементов, то это произведение чему будет равно? Коммутатор, вернее, чему будет равен? Коммутатор двух транспозиций, не содержащих общих элементов. Будет равен, очевидно, Е, они же коммутируют. Давайте запишем. Если транспозиция ИЖ и КЛ не имеют общих элементов, то их коммутатор, очевидно, равен Е. Коммутатор ИЖ и КЛ равен Е. Ну а теперь давайте посмотрим, когда они имеют общий элемент. Я думаю, одинаковые транспозители тоже нет смысла рассматривать. Понятно, что коммутатор будет равен нулю для одинаковых. Так, итак, пишу ИЖ и ИЛ. Давайте такой вот коммутатор посчитаем. Это будет ИЖ и ИЛ, ИЖ и ИЛ. Я думаю, всем понятно, что обратная транспозиция – это сама же эта транспозиция. Так, ну давайте посмотрим, что мы получим. И куда будет переходить? И сначала переходит в И, потом И переходит в И, и, наконец, И переходит в И. И перешло в И. Ж переходит сначала в И, потом И переходит в И, и там остается. И, наконец, ИЛ переходит в И, И переходит в Ж, Ж переходит в И. Итак, ИЛ перешло в И. Получился цикл длины 3. Итак, учитывая, что вот то множество, которое мы рассматриваем – это всевозможные коммутаторы транспозиции, то мы можем сказать, что СН' – это нормальное замыкание всевозможных циклов вида ИЖЛ. Вот таких вот циклов, где ИЖЛ принадлежат множеству 1, 2 и так далее. Вот такое вот нормальное замыкание. Так. Но нормальное замыкание для подгруппы, порожденной множеством, состоит просто из степеней элементов, как мы писали, M в степени Х вот по предыдущей теореме. Не по теореме 3, а по теореме 2, да? Тогда, получается, мы должны взять, когда составляем нормальное замыкание, должны брать циклы длины 3 и брать их, так сказать, степени. Но что будет, если мы возьмем ИЖЛ и возвестим степень Х? Как вы думаете? Что будет с циклом при сопряжении? Опять же, переходит с цикл длины 3. Мы, более того, доказывали, что у подстановки циклический тип сохраняется. Если подстановка является произведением каких-то независимых циклов, то при сопряжении снова будет тот же самый циклический тип, то есть произведение таких же точно циклов. Итак, цикл длины 3 при сопряжении тоже даст цикл длины 3. Какой-то там, пишу, альфа, бета, гамма. Итак, поэтому здесь вот нормальное сопряжение, нормальное замыкание можно отбросить и считать, что просто мы имеем подгруппу, порожденную тройными циклами, ИЖЛ. Так, я думаю, понятно, что подгруппа, порожденная тройными циклами, поскольку тройной цикл – это четная подстановка, обязательно содержится в группе АМ. Итак, мы доказали, что СМ' содержится в АМ, потому что все циклы длины 3 очевидно четные. Так, ну и на самом деле, давайте посмотрим, почему здесь имеется равенство. Давайте опять исходить из того, что у нас любую подстановку можно разложить в произведение транспозиции. А вот если мы возьмем, например, такое произведение, я сейчас напишу, ИЖ умножить на КЛ. Это то же самое, что ИЖК умножить на ЖКЛ. И аналогично ИЖ умножим на ИК, это если есть общий элемент, это будет просто ИКЖ. Итак, мы видим, что любое произведение четного числа транспозиций обязательно является произведением циклов длины 3. Вот такой вывод. Давайте запишем. Любое произведение четного числа транспозиции является произведением циклов длины 3. Отсюда следует, что АН а понятно, что АН состоит из подстановок четных, а раз они четные, они будут разлагаться в произведение только четного числа транспозиции. Правильно? Тогда будет АН содержаться где? В подгруппе, порожденной тройными циклами. Вот такой подгруппе. Это нижнее понятно? Мы можем взять любую четную подстановку, разложить ее в произведение транспозиции, заметить, что любые две транспозиции при перемножении дают то же самое, что и тройные циклы, и считать тогда, что АН является подгруппой, порожденной тройными циклами. Ну, а с другой стороны, мы показали уже, что это как раз у нас есть… Ну, в смысле, что здесь будет равенство АН. Это просто подгруппа, порожденная тройными циклами. Равенство очевидно, потому что тройные циклы сами являются четными. А это у нас есть СН-4. Итак, вывод. Производная от СН равна АН. Вот такой вывод мы должны сделать. Производная группы СН равна АН. Так, ну вот дальше отметим, что одна из возможных классификаций групп состоит в том, что мы рассматриваем цепочки производных подгрупп. Я уже сегодня упоминал о том, что если есть у нас группа, мы можем ее посчитать ее производной. В частности, производная – это СН равна АН. В принципе, так для любой группы можно поступить. Значит, у нас возникает такая вот цепочка вложенных подгрупп. Давайте такой заголовочек напишем. «Разрешимые и нельпатентные группы». «Разрешимые и нельпатентные группы». Итак, сейчас я введу понятие «разрешимые и нельпатентные группы». Устанавливаю связь между ними, что является более сильным условием разрешимости и нельпатентности. Ну и мы поговорим, откуда вообще возникли такие названия. Определение. «Разрешимые и нельпатентные группы». Производным рядом группы G называется ряд, составленный из ее производных. Итак, у нас есть G, в ней подгруппа G' в ней подгруппа G. Можно писать G2', ну, так у вас пишут вторая производная в анализе. Ну, можно вот так в круглых скобочках писать производную. Ну, и так далее. Так, ну, отмечим, что мы сегодня доказывали, что у нас G штрих – это нормальная подгруппа в группе G. Соответственно, здесь у нас цепочка таких вот вложенных друг другу нормальных подгрупп. То есть можно было бы написать вот так вот. G, в ней нормальная подгруппа G', в ней нормальная подгруппа G2' и так далее. Вот так тоже можно записывать производный ряд. Так, хорошо. Кроме того, мы знаем еще, что фактор группы G по G' Абелева. Мы сегодня доказывали G по G' Абелева. Отсюда следует, что, в частности, G N-1 по G' Абелева тоже будет Абелева. Абелева для всех натуральных. Итак, у нас такая вот цепочка вложенных друг другу нормальных подгрупп. Каждый раз, если мы предыдущую факторизуем по последующей подгруппе, у нас получается Абелева группа. Так, ну и теперь определение. Производный ряд на определение. Группа G называется, называется разрешимой, если существует натуральное число К, такое, что КТ и производная равна Е. Иначе говоря, производный ряд за конечное число шагов обрывается на единичной подгруппе. Если производный ряд обрывается на единичной подгруппе, то группа называется разрешимой. Так, аналогично производному ряду можно ввести еще один ряд, который образуется с помощью понятия взаимный коммутант. У нас было сегодня такое понятие. Значит, определение. Нижним центральным рядом группы G называется ряд ее подгрупп. полученный с помощью операции взятия коммутанта с группой G. Взятие коммутанта с группой G. Так, чтобы было понятно, я сейчас запишу. Значит, мы можем определить G уже один. Внизу я буду ставить индекс. Это коммутант G, G. Ну, и мы знаем, что коммутант G, G – это то же самое, что G'. Итак, смотрите, первая компонента нижнего центрального ряда – это то же самое, что первая компонента, скажем так, производного ряда. То же самое, что первая производная. Ну, вот дальше уже начинаются отличия. Значит, G2 – это коммутант G. Давайте напишем G' из G. И так далее. G, Gn – это коммутант Gn-1. Ну, и таким образом возникает у нас нижний центральный ряд G. В нее вложена, опять-таки, нормальная подгруппа G1. В нее вложена нормальная подгруппа G2. Тоже, так сказать, ряд, составленный из нормальных подгрупп, Gn. Так, ну, то, что нормально, я сегодня это не доказывал, но предлагается в качестве упражнения доказать, что когда мы берем взаимный коммутант двух подгрупп, то вот полученный коммутант, он является нормальной подгруппой и в той, и в другой. Поэтому здесь, на самом деле, вот такая вот получается цепочка в нижнем центральном ряде из нормальных подгрупп. Так, хорошо. Ну, и определение. А? Какую другую? Да, конечно, G1 нормальная подгруппа G. А здесь я правильно написал? Здесь правильно. Да. G1 нормальная подгруппа G. Это, вообще говоря, не стрелочки у меня, это у меня треугольники. Если вы это воспринимаете как стрелочки, то это неправильно. Это треугольнички. Итак, G1 нормальная подгруппа G, G2 нормальная подгруппа G1, ну и так далее. Так, ну и определение. Группа G называется нильпатентной, называется нильпатентной. Если существует k принадлежащая n, такое, что k-тая компонента нижнего центрального ряда Gk равна e. Иначе говоря, нильпатентная это та группа, у которой нижний центральный ряд обрывается на единичной подгруппе за конечное число шагов. Ну и вот минимальная k, которая удовлетворяет в этом условии, здесь и, соответственно, здесь, называется ступенью, соответственно, разрешимости или нильпатентности группы. Давайте это тоже запишем. Минимальное натуральное число k, такое, что соответствующие компоненты Gk, производные равны e, или же k-тая компонента нижнего центрального ряда равна e, называется ступенью, ступенью, соответственно, разрешимости или нильпатентности группы G. Так, ну теперь давайте рассмотрим примеры. Разрешимые группы ступени 1. Это что означает, что ступень 1? Значит, берем первую производную, сразу получается e. То есть такие же, для которых g' равно e. А что это за группа, как вы думаете? Совершенно верно. Раз у нас коммутант порождается всевозможными коммутаторами, и все они равны e, то это равносильно тому, что группа Абелева. Итак, это равносильно тому, что G Абелевы. Итак, Абелевы группы, и только они являются разрешимыми группами ступени 1. Так, дальше давайте рассмотрим пример. Группа диетра. D. D, например, 2. D. Так, ну мы знаем, что Dn порождается симметрией какой-то одной и поворотом. Достаточно взять у диетра поворот на угол. 2π делить на n. Так, ну давайте посмотрим, что здесь будет при, если мы будем считать производную. Я напишу так, S, R, S минус 1, R минус 1. Я просто беру образующие нашей группы и считаю соответствующий коммутатор. Коммутатор S, R. Давайте сначала посмотрим на такое произведение. S, R, S минус 1. Элементы группы диетра либо сохраняют ориентацию, либо не сохраняют ориентацию, и тогда это симметрия. Все симметрии, они ориентацию не сохраняют. Наоборот, все повороты сохраняют ориентацию. А вот такое преобразование, S, R, S минус 1, как думаете, оно сохраняет ориентацию или нет? Очевидно, сохраняет. Собственно говоря, сохранение ориентации или несохранение для линейного преобразования, вы знаете, просто проверяется с помощью вычисления определителя. Если определитель больше нуля, то, естественно, преобразование сохраняет ориентацию. Если определитель меньше нуля, не сохраняет ориентацию. Об этом мы еще говорили в первом семестре. Если вы посчитаете вот такой определитель, понятно, что он равен определителю у поворота. То есть будет равен единице. Терминат здесь равен единице. Значит, вот это преобразование сохраняет ориентацию, значит, оно является поворотом. От того, что поворот умножить на еще какой-то поворот, тоже получится поворот. Итак, я напишу так. Это принадлежит подгруппе, циклической подгруппе, порожденной r. Но вот циклическая уже подгруппа, порожденная r, она, очевидно, уже является абелевой. Итак, получается, отсюда вывод такой, что dn' будет содержаться, будет, собственно говоря, равна r, легко это проверить, и dn2' будет уже равно е. Итак, вывод. Группа диэдра dn, она разрешима, разрешима в ступени 2. Кстати, вот такие группы, разрешимые в ступени 2, у них есть специальное название, и называются метабелевые группы. Группа диэдра метабелевая, как раз потому, что она разрешима в ступени 2. Так, ну еще два примера я напишу, наверное, на этом сегодня уже закончу. Пример 3. Давайте посмотрим, что у нас будет с s3. s3' Это будет a3, мы сегодня это уже доказали. a3 сколько элементов содержит? 3 элемента, правильно? Ну и, собственно говоря, это циклическая подгруппа, порожденная циклом 1, 2, 3. Очевидно, она содержит 3 элемента. Понятно, что она абелева, да? Тогда получается, что отсюда следует, что s3'2' равно e. Итак, еще один пример метабелевой группы, разрешимой в ступени 2, это группа s3. У нее вторая производная дает e. Пример 4. s4' равно a4. Если посчитать производную от a4, рекомендую это в качестве упражнения, вы получите v4, группу клеена. А производная v4 уже равна e, потому что группа клеена состоит из 4 элементов, а все группы, состоящие из 4 элементов, абелева. Это несложно доказать. Наверняка у вас такое упражнение на семинарах было. Все группы порядка 4 абелева, в частности, группа клеена абелева. Итак, получается, что здесь у нас какая производная? Третья производная группы s4 равна e. Сюда следует, что s4 третья производная равна e. А вот дальше, оказывается, продолжить этот процесс вычисления производных не удается, потому что уже для группы s5, как мы увидим, производный ряд не обрывается на единичные подгруппы. И группа s5, и все следующие за ней симметрические группы уже не являются разрешиванием. И вот это, оказывается, является ключевым фактом при проверке того, что алгебраическое уравнение, то есть уравнение, у которого целые коэффициенты и, так сказать, многочлен с целыми коэффициентами приравнивается к нулю. Вот многочлены, начиная с пятой степени, вы знаете, их нельзя найти корни многочлена в радикалах, то есть с помощью операции извлечения корней. И вот как раз это впервые доказал эварист Галуа с помощью изучения разрешимых групп. Обращаю внимание, что когда эварист Галуа этим занимался, даже понятия группа не существовало. Ему пришлось как бы ввести понятие группа, и более того, он, так сказать, показал, что разрешимость алгебраического уравнения в радикалах равносильно тому, что соответствующая группа, она сейчас называется группой Галуа, разрешима. Отсюда произошло название разрешимая группа. То есть разрешимая – это та группа, для которой соответствующее уравнение будет разрешимым в радикалах. Так, ну на сегодня хватит.